Пенсионерку, расчленившую внука, не отправят в суд. Следствие по делу о надругательстве над телом прекращено. Слово Али Согриной. Женщина раскаялась в преступлении и оказывала активное содействие в расследовании. Комментарии начальника следственного отдела покажем сейчас. Основание, по которому было прекращено уголовное дело, деятельное раскаяние. Деятельное раскаяние заключалось как раз в том, что пенсионерка выдала орудие преступления, указала на остатки трупа своего внука. Содействовала раскрытию преступления, явилась повинной. Рассказала про все обстоятельства, которые в ходе следствия, проведенными экспертизами, были подтверждены. По словам следователей, пенсионерка ранее не судимая и находится в довольно преклонном возрасте, старше 75 лет. Кроме того, психолого-психиатрическая экспертиза доказала, что женщина не была в состоянии аффекта и не страдает психическими расстройствами. По этим причинам с пенсионерки снято обвинение и она останется на свободе. Напомню, две недели назад следователи переквалифицировали дело с убийством на оглумление над телом умершего. Было доказано, что женщина делила на части уже мертвого внука. Экспертиза показала, молодой человек повесился сам, а перед этим употребил наркотик. Жив и здоров, но предпочитает скрываться. К такому мнению пришли следователи Чебаркуля в отношении пропавшего 10 дней назад защитника хоккейной команды «Звезда». Игорь Аксенов мог просто исчезнуть, чтобы не попадаться на глаза кредитора. Руководитель следственного отдела собирается публично обратиться к Игорю Аксенову. Уверен, мужчина может его услышать, так как он жив и здоров. Пользуясь случаем, хочу обратиться. Игорь Дмитриевич, вам лучше явиться и не усугублять ту ситуацию, которая в настоящий момент уже возникла. В любом случае, ваше место будет установлено. Уже сейчас следователям известно, разыскиваемый не в Чебаркуле скрывается в другом населенном пункте. Что его подтолкнуло на исчезновение, сейчас следователи выясняют. Есть несколько версий, одна из которых – многочисленные долги, которые мужчина не хочет или не может выплатить кредиторам. Напомню, десятки волонтеров несколько дней разыскивают пропавшего в районе поселка Бишкиль. Один из поисковиков за кадром рассказал, что накануне спортсмена видели идущим домой в сторону этого поселка и якобы встречным задавал вопрос, где он находится. Следователи эту информацию тогда не подтвердили и в интересах следствия не комментируют и сейчас. К этому часу известно точно, что защитник хоккейной команды «Звезда» Игорь Аксенов пропал 25 апреля. В 10 часов утра отпросился с тренировки, сел в машину и уехал в Челябинск. С того дня родственники и друзья хоккеиста не видели мужчину, а вот его иномарку «Шевроле Круз» нашли запертый на проселочной дороге недалеко от поселка Бишкиль. А в Южноуральске разыскивают мошенников, обманывающих пенсионеров. Накануне Дня Победы они, представляясь соцработниками, предлагают денежные премии пожилым людям. Правда, купюры предлагают фальшивые, а взамен берут настоящие. Это кадры с камеры видеонаблюдения. К подъезду жилого дома подходит мужчина, скрывающий лицо за солнцезащитными очками и бейсболкой. Набирает номер нужной ему квартиры и потом, оказавшись перед дверью пенсионера, просит разменять пятитысячную купюру. Неизвестные молодые люди ходят по квартирам пенсионеров, представляют социальными работниками города и сообщают о дополнительных выплатах в честь Дня Победы. В квартире они информируют хозяев, что им полагается 6 тысяч рублей, и если у пенсионера есть сдача, они готовы передать деньги. Пожилые люди забирают у мошенников две пятитысячные купюры билетом банка приколов, а взамен сдают сдачу в размере 4 тысяч рублей. 78-летний житель Южноуральска попался на удочку мошенников. Если вам удалось узнать преступника, просьбу сообщить в отделении полиции города. В грунте по колено один из строителей коттеджа оказался буквально завален землей на глубине 5 метров. Вызволять его бросились другие строители, но быстро поняли, без помощи спасателей не обойтись. Этот мужчина стал заложником недавно вырытой траншеи. Свежий грунт буквально обрушился на строителя, когда тот находился на глубине 5 метров. Пленник едва ли может двигаться, а ноги по колено вязкой трясине. Заложник собирается эвакуировать из воронки с помощью спецтехники, но получается не сразу. Еще через пару минут попытки заканчиваются успехом. 23-летний житель Узбекистана оказывается на свободе и не твердой походкой пытается поскорее покинуть злосчастное место. Масштабный пожар снял квадрокоптер Челябинца. В самом центре города загорелся балкон многоэтажного дома. Кадры с высоты нескольких метров смотрите сейчас. Видно, как клубы дыма вырываются с балконов 4-го и 5-го этажей. Под окнами многоэтажки собираются жители дома и просто прохожие. Вызывают пожарных, пытаются разузнать, есть ли в горящих квартирах люди. Через несколько минут огонь тушат и становится понятно, что жертв удалось избежать. В обеих квартирах никого не было. Вспыхнул диван на одном из балконов. И несмотря на кажущуюся масштабность, огонь не нанес большого ущерба хозяевам. Сгорел сам диван и перекрытие лоджий. Причина ЧП устанавливается. Не исключено, что снова виной всему непотушенная сигарета.